Galaxy Raiders Adventures. Галактические рейдеры предыдущие. Ну, рысарь, и не рысарь, я рассмотрю, и серебряного рысаря. Ну, рысаря считается как бы тот, ну, это ведь статус рыцаря. То есть не перемирился с названием рысаря. Ну, это же, типа, рысарей космоса. Ну, так, типа, по классу. Кто обладает, хотя бы, бронёй первого класса? То есть причинный бронекорпус первого класса. То есть тени рысаря он там. Он был МК, ну, тень, зеро опыта, ну, 40 ГБ, тени, тени ЗАГСа. Ну, получил 10 опыта, например. Он стал МК, а на 10 теней? Ну, сразу 10 теней, он 10 теней взял, например. Ну, причинный бронекорпус. Дрой, да. Дройный, дройчий. Теневой дроид. Он вообще пиратский играет такой. Ну, обычно тени рыберские пиратские считаются. Ну, только как для рекламы, скорее. Ну, потому что пираты его используют там. Ну, истинные пираты не банды, а пираты, космопираты. Ну, пираты тоже благородные, чёртые пираты, небывалые пираты. У него за Кеннисак что-то странное, конечно, в Кенниде. Он употребляется с Северным видосом. И когда тот видос-развиватель на 10 теней, он обучается 10 теней на теней взял, и получает бронекорпус себе. Ну, надо и дроид, и плюс бронекорпус. Потому что это стоит или произвести, или купить вообще. Ну, почти не реально. То есть надо на теневой базе производить. А Сильверы? В ориентальном уровне чаще МК-1, ну, можно и в базу. В Зеро уровне, там. 30 теней, то есть, ориентально. В Зеро, МК, то есть. МК-1, МК-2. Да. К ней будет 30. Понятно. 30 теней, не помню. И на эти 30 теней, не помню, а смотришь, как он. Ну, что в Зеро, конечно, забирает. Ну, оно не повлияло. МК-1 еще может приходить. Что-то он. У него тени ЗАГС, тени МК-4. То есть, там, если разобьет. МК, МК-1, МК-2. МК-3. Там станет. Возможность. Теневым ампиром. Ампирскую сущность. Берегите себя. Ну, кто-то за теневое порно. Не стать. Теневым ампиром. То есть, встать, например, там. Ну, это как характер наполовина. Так же, как. Ну, движок, понятно, что нужно тенеть МК-3. Ну, на теневым ампиром. На теневом ампире, на теневом ампире. Командоры дневые могут с собой видеть. Ну, любые. Так, говорят, что. Вампир это. Сущность. Не. Ну. Вообще, она, когда пришла. Можно сказать, что. Джим, это матрика с МК-3. 30% опыта. Ну, 30% опыта. То есть, он. Тоже является ампиром. Ну, он матрищен ампир. Тоже не долгавый. Смысл не был. Ну, он может возиться точно так же ампира до порно. Какого-то. Сущность. Теневым ампира. То есть, ампир тенеет за одно, а теневым ампирам за много граммора. То есть, теневым ампирам, да. Теневым ампирам теней. Потому, что это, как бы, раса теней. А в Рейнджерах, это, как бы, эмуляция расы теней. Не, ну, можно стать идеей теней. Тоже это. И так, что. Ну, то есть, сначала сущности не знаю, что можно еще. Будет продвигаться. Ну, это не значит, что это, не знаю. Только вид сущности. Хотя, ну, тоже есть влияние. В общем, теневой рысарь и серебряный рысарь, они объединяются. И тогда они получают свой труд. То есть, например, артефакт, серебряный артефакт. Скорость и серебряный артефакт. Ну, чтобы... Так надо два артефакта серебряного. А зачем? Два, что-то дорого. Ну, трижды дорого. Как там, три раза-дорого стоит. Три-дорого. То есть, если в измерении 1МК1, он получает... Сигра, как... Третье измерение, а... Твое... Кенни Лори. А с этой нет вообще, чей-дорого имели. То есть, тени Винс потом. Тени Лорд. Тени Дракон и... Тени Ас, ну, Ас и тени. То есть, тени Лай Комондор, а не МК3, сколько? То есть, МК, МК1, Дракон МК2. Лорда МК1, Дракон МК2 и... Тени Лорды. Вернее... Ас. Это МК-3, это четвертое измерение, ну потому что 100 мм, то есть 40, 60 лордов, 80 драконов и 100 астов, а 40 это Винкса, ну кроватая, тени крылые, это серебро крылые. Это, в общем, производя артефакт МК-1, он получает артефакт, ну серебряный, сухнишки МК-3, для того, чтобы это был третий сквозь. Но артефакт быстро съедает, так можно, то есть если взять, так надо два артефакта, то есть еще кому-то. Так, если вам такая группа тени вампиров, они могут, допустим, парочкой летать втроем вместе на одном артефакте, а тратиться на одного. Вот такая странная цена этого все, то как раз, извините, на балансе она справляет за кадром. А взамен, допустим, получает тени воронину, ну плюс теневое выражение, может быть, теневого калибра, наверное. А теневое, теневое выражение, в свою очередь, там дает аппарейды, теневое мастер-бластер. Ну кто? Вообще чем, вот там говорят, красный мастер? Ну, допустим, мастер-бластер класс 1, а шо это дает? А тогда здесь тоже, вот он, он уже, в общем, класс 1 мастер-бластер, а тогда он может и сам развиваться, то есть стать мастер-бластером класса 2. То есть он был красный мастер сам мастер-бластером. И так же можно так еще обучать, то есть даже если он красный мастер, то он может кого-то обучить, ну взамен всего, так сказать. И так же, допустим, преференции мастер-бластер в красном космосе, тяжелый красный космос. Он тоже, как лабиринт физический. Вот Сильвера может теней, тени подтягивать броню, Сильвера может, Сильвера скорость подтягивать. Ну, до тех пор, пока тени станут, ну и самостоятельные. То есть бунтер-бласт теней, он, конечно же, выше, по смыслу. Он сам же так, он сам уже, то есть если на теневом стороне получить, МК-3, так можно считать, что статус Адмирала получить. Ну, Адмирал имеет. Ну, на теневом Адмирал, то они, конечно, еще, ну, с одними с другими, если там, про третье измерение. С прайдрагом, с кемовским драконом. МК-3 скорость, МК-2 броня и 80% маневренности. Очень высокий, а Лор уже там 60 маневренности. И у него и скорость МК-1, и МК-1 броня, ну, МК-3 есть, допустим, технология. Ну, если я все еще МК-4 производится. Потом, может, не быть вампиром. Ну, тенево это вообще не полностью. Ну, может, и вампир, кстати. Ну, кто вампиром, то, может, например, развитие производства теневого кресера. И где-то там, в теневых стилизациях произвести теневого кресера. Ну, может, нескольких, да. Ну, мы еще, да, в зерных системах и в зерных секторах, да, говорится. Ну, тоже дипломатия. И потом вывести эти кресера, теневых стилизаций, вывести такой квадрант. И можно нескольких кресеров.